Доброе утро! Меня зовут Сергей Бандур и сегодня мы с вами затронем тему спортивного питания, а именно поговорим о протеине. Многих от одного этого слова бросает в дрожь. Так вот, спешу вас разочаровать. Протеин это не какой-то чудо-препарат, выпив который всего один раз у вас, сразу вырастет рука до размера овчарки, а печень будет безвозвратно утрачена для организма. В переводе с латыни это слово означает всего лишь белок. Да, столь страшный всем протеин это всего лишь дегидрализованный, то есть обезвоженный концентрат животного или растительного белка в удобно растворимой форме, чтобы можно было взять и сделать себе вкусный коктейль, например молочный, и восполнить недостаток этого самого белка в нашем рационе. А ведь мы помним, что в зависимости от поставленных нами целей, белковая пища должна составлять от 30 до 60% от всего съеденного за день. Что такое протеин разобрались, теперь давайте определимся, кого его можно и нужно потреблять. Рискую вас удивить еще раз, но в принципе посмаковать протеиновым молочным коктейлем может каждый человек, если конечно нет индивидуальной непереносимости лактозы. Белки нужны любому организму, правда их повышенное потребление должно быть чем-то оправдано, например желанием нарастить мышечную массу, тут без аминокислот в них содержащихся просто никуда. Также неплохим подспорьем протеин будет худеющим на белковой диете, пару перекусов в день вы смело можете заменить приемом белкового коктейля. В общем, если вы только начали заниматься каким-то из силовых видов спорта или контактных единоборств, а тренер или товарищи по тренировкам посоветовали вам обратить внимание на эту добавку, не пугайтесь. В разумных количествах протеин это хорошее подспорье, подверженному стрессом организму. Теперь пару слов о видах протеина. Ну, во-первых, он делится на растительный и животный. Наиболее полноценным, конечно, считается белок животный, но если по какой-то причине вам его нельзя, на помощь всегда придут соевый, кукурузный, пшеничный или другие виды растительного протеина. Правда, я все-таки рекомендовал бы обратить внимание на сывороточный или яичный. Это наиболее оптимальный вариант при интенсивных физических нагрузках. Также делится протеин и по времени усваивания организмом. Самый быстро усваиваемый сывороточный протеин. Поэтому пить его целесообразно только перед или после тренировки для восполнения запаса аминокислот. Делать перекусы в течение дня лучше всего яичным протеином. Он по своему составу ближе всего к идеальному белку. Правда, у него есть один существенный недостаток. Он самый дорогой из всех вариантов. А вот идеальный вариант на ночь – это казеин. Он медленно всасывается, что позволяет поддерживать высокую концентрацию аминокислот на протяжении всего отдыха. Когда пить протеин выяснили, теперь осталось определиться в каких количествах. Пару порций в день по 30-40 граммов каждая будет вполне достаточно. Главное помните, что это не еда. Это перекус, спортивная добавка, хоть и нужная. Но полноценный прием белковой пищи она не заменит. Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно. И тогда каждое ваше утро будет действительно добрым. Добрым.